Добро пожаловать на открытые консультации заседания МКГ для цикла 2015 года. Это первое заседание подготовительного процесса. При тем, как мы начнем, я хотел бы сказать несколько слов. Когда мы просим слово, если вы хотите выступить, пожалуйста, поднимайте табличку с вашим именем, поставьте ее вот так вертикально, и тогда мы запишем ваше имя, и председатель даст вам слово. Если у вас нет таблички, просто поднимите, пожалуйста, руку, и тогда я смогу увидеть, что вы хотите выступить. Кроме того, я хочу еще зачитать инструкции. МСЭ попросила меня зачитать. МСЭ проверяют в пилотном режиме систему, позволяющую осуществить дистанционное участие делегатов. Когда вы дистанционно выступаете, пожалуйста, помните, что ваше высказывание синхронно переводится на шесть языков. Пожалуйста, следуйте инструкциям, которые были направлены вам по электронной почте. Также важно иметь в виду следующее. Качество звука, которое представляется делегату удовлетворительным, может быть недостаточным для цели синхронного перевода. Для синхронных переводчиков качество звука должно быть близко к идеальному. Качество звука может ухудшиться без предварительного уведомления, что может воспрепятствовать работе переводчика по четкому исполнению своих функций. В экстремальных случаях, несмотря на их квалификацию и опыт, наши переводчики могут вполне воздержаться от выполнения перевода. Иногда дистанционного делегата могут попросить повторить сказанное, и его выступление может быть перефразировано официальным лицом в зале. Благодарю вас за понимание. Когда вы просите слово и когда вам дают слово, пожалуйста, четко и медленно произносите ваше имя и название вашей организации. И, пожалуйста, говорите тоже, вы представляете себя лично или какую-либо организацию. Теперь я предоставляю слово послу Карклинсу. Спасибо, уважаемая господин. Меня зовут Янис Карклинс. Я посол Латвии. Являюсь председателем многосторонней консультативной группы IGF. Я хочу тепло поприветствовать вас всех на открытых консультациях. Это первые консультации в серии консультации в преддверии заседания, которое придет в ЖОАПАСО в Бразилии в ноябре 2015 года. Мы проводим это заседание в помещении Международного союза электросвязи. И перед тем, как мы перейдем к принятию повестки дня, я бы хотела дать слово господину Франсуа Ранси, который является директором Бюро радиосвязи МСЭ. Он выступит с приветственной речью от имени МСЭ. Пожалуйста, Франсуа, вам слово. Спасибо, господин председатель. Ваше превосходительство, уважаемые коллеги, дамы и господа. Это большое удовольствие для меня приветствовать вас здесь от имени доктора Хамадуна Туре, генерального секретаря МСЭ. Мы приветствуем вас в МСЭ на открытом консультационном процессе АГФ и на заседании МКГ. Доктор Туре просил прощения, он не сможет присутствовать на сегодняшнем заседании, но он с большим интересом будет следить за обсуждениями, которые будут здесь происходить. Сегодня первый день последнего месяца 2014 года. Этот год был невероятно занятым и активным для всех нас, особенно учитывая все те заседания и новые инициативы, которые имеют место быть и обсуждаться в области управления интернетом. В прошлом году в МСЭ прошла полномочная конференция, которая осуществила обзор трех резолюций. Полномочная конференция по вопросам, связанным с интернетом. И сегодня после обеда мы бы хотели сделать презентацию, касающуюся результатов этой важнейшей конференции. Подводя итоги вот такого активного года в области управления интернетом, становится очевидным следующее. Интернет сейчас универсально признан в качестве глобального общественного блага. Но что является менее очевидным, возможно, так это то, что экспоненциальный рост интернета, который является одним из величайших инженерных достижений в истории человечества, стал возможным только благодаря тому уровню сотрудничества и взаимодействия между заинтересованными сторонами, которые мы наблюдаем и которые не имеют аналогов в истории человечества. В результате интернет является не только примером последовательности и слаженности, но и истории создания сообщества. Сегодня, больше чем когда-либо, мы должны продолжать работать вместе, чтобы обеспечить то, чтобы все люди, независимо от места их проживания, независимо от их экономического уровня, имели надежный, равноправный и доступный по цене доступ к этому очень важному ресурсу, чтобы они могли использовать интернет с уверенностью. Мы должны также работать вместе с тем, чтобы освоить мощь интернета для того, чтобы содействовать процессу разработки повестки дня области развития в период после 2015 года, расширяя полномочия и возможности, обеспечивая возможности для устойчивого социального и экономического развития для всех. Я твердо верю, что у нас есть нравственная ответственность и обязательство своевременно осуществлять вот такое видение путем обеспечения взаимопонимания между нами и находя наилучшие способы сотрудничества с тем, чтобы мы все стали партнерами и победителями. Я хочу еще раз пожелать вам плодотворной дискуссии. Спасибо. Благодарю вас, господин Ранси, за ваше приветствие. Конечно же, мы очень благодарны МСЭ за то, что вы принимаете нас здесь в течение этих трех дней. Это символические жесты, особенно учитывая тот факт, что обновилась команда руководства МСЭ. Это случилось на полномочной конференции. Мы с нетерпением ждем возможности тесно сотрудничать с вашей организацией. Мы надеемся на вашу руководящую роль. И, конечно же, с нетерпением ждем того, что представители МСЭ будут участвовать в процессе подготовки к заседанию IGF в 2015 году. И я хочу еще раз поздравить вас с тем, что вы были переизбраны на пост директора Бюро радиосвязей. Уважаемые господа, перед тем, как мы пойдем дальше, я хотел бы, чтобы мы утвердили повестку дня нашего заседания. Повестка дня была опубликована на веб-сайте. И у вас, я надеюсь, была возможность ознакомиться с этим планом работы. В основном мы будем анализировать те положительные результаты, которые были достигнуты во время заседания 2014 года. Но мы будем говорить и о тех проблемах, с которыми мы столкнулись, и которые следует учитывать в процессе подготовки к 2015 году. Во время обсуждения будет возможность высказать ваше мнение о концепции заседания 2015 года. И я думаю, что эта дискуссия, наверное, продлится до обеда. А может быть, даже мы продолжим и после обеда. Небольшое количество времени может быть выделено на это еще. И мы будем обсуждать ту информацию, которую мы получили, о всех процессах, инициативах, связанных с IGF и управлением интернета, которая имеет большое значение для будущего заседания 2015 года, которое пройдет в Бразилии. Итак, мы еще после обеда заслушаем презентацию результатов полномочной конференции. Подготовительные процессы, обзор CSTD, рабочие группы. Кроме того, мы будем обсуждать работу рабочей группы ICANN, а также других инициатив. Инициатива NET Mundial и все эти процессы, которые будут рассматриваться в декабре в Нью-Йорке. Вот таким образом я представляю вас план работы на сегодня. А завтра мы уже приступим к заседанию МКГ, и на нем уже смогут присутствовать наблюдатели. Итак, готовы ли мы принять план работы открытой консультации? Есть ли комментарии или вопросы? Я вижу, что возражений нет. Тогда я буду считать, что повестка дня принята. И мы будем следовать в нашей работе этому плану. Уважаемые господа, поскольку я являюсь председателем, я вот теперь выступлю здесь, и это вполне соответствует плану работы. Я хочу сказать несколько слов в отношении того, какой я вижу нашу задачу в рамках подготовительного процесса, который приведет нас к заседанию следующего года. Прежде всего, я хочу поздравить новых членов МКГ, многосторонней консультативной группы, которая была назначена генеральным секретарем. И я хочу искреннюю благодарность выразить тем членам МКГ, которые уже завершили выполнение своих обязанностей в МКГ. Они нам оказали большую помощь при подготовке заседания, которое прошло в Стамбуле. Этот год имеет особенное значение, поскольку мы вступаем в процесс подготовки последнего заседания в пятилетнем цикле. Подготовка к заседанию сама по себе будет объектом пристального внимания со стороны различных межправительственных механизмов. И, конечно же, будет очень много разговоров о реализации ВУИО плюс 10 результатов. Кроме того, будет идти речь о возобновлении мандата на следующий цикл. Вы знаете, что это обсуждение ведется в Нью-Йорке в рамках 2-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Рассматривается предложение Мексики, в рамках которого предлагается продлить мандат IGF. Но пока непонятно, будет ли принято это предложение или нет. Раунд переговоров пройдет сегодня в Нью-Йорке. И, может быть, завтра мы получим новости из Нью-Йорка по поводу этого вопроса. Тем не менее, независимо от того, какое решение будет принято вторым комитетом, оно, конечно же, повлияет на подготовительный процесс. Подготовка должна принимать во внимание результаты и ту динамику в работе, которая имеет место в других организациях и форумах, которые занимаются вопросами управления интернетами. То есть, все, что связано с ФУЁ плюс 10 и процессом обзора, а также с подготовкой к встрече в декабре 2015 года на Генеральной Ассамблее, а также с учетом результатов полномочной конференции МСЭ, которая прошла в Пусане, в Корее в октябре месяце. Кроме того, будут учитываться все процессы, которые сейчас идут в других международных организациях. Первая организация, которая приходит на ум, это ЮНЕСКО, особенно учитывая ту задачу, которая была поставлена перед ЮНЕСКО на последней общей конференции, и которая состоит в том, чтобы осуществлять работу в отношении защиты свободы слова, обеспечения доступа, вопросы этики в интернете. Конечно же, все это повлияет на наш подготовительный процесс. В преддверии заседания IGF работа МКГ велась с учетом рекомендаций рабочей группы. И я думаю, это не будет исключением и в этот раз. Я думаю, что... Я не смогу назвать точное имя, но должно быть одно ориентировочный справочник, когда мы будем думать о IGF-15. Почему? Потому что это будет такой ссылкой-ориентиром для измерения эффективности МКГ и IGF, особенно когда мы будем обсуждать возможности расширения мандата, продления мандата. Немного позже я распространю документ, который был подготовлен в 2013 году, в котором осуществлен анализ того, какого прогресса достигли МКГ и IGF в выполнении рекомендаций рабочей группы. И я думаю, это будет особенно полезным для новых членов МКГ. И вам будет полезно ознакомиться с этой информацией и с рекомендациями. И, наконец, я хотел бы также упомянуть потенциальную связь, которую можем рассмотреть между IGF-бразилией и процессом обзора в УИО «Плюс 10» и подготовкой конференции высокого уровня 2015 года. Вы знаете, что механизм подготовки к этому межправительственному совещанию предполагает, что председатель Генеральной Ассамблеи ООН должен провести консультации с другими заинтересованными сторонами по сути межправительственных переговоров. Будут назначены два организатора председателям Генассамблеи. После назначения мы, наверное, узнаем о плане процесса и о графике, в соответствии с которым будут проходить переговоры, и которые приведут к заседанию, которое придет в декабре в Нью-Йорке. Наше заседание IGF пройдет в ноябре с 10 по 13 ноября. И вот в это время вот этот примерный проект переговоров между правительствами уже будет готов. Нам нужно подумать, может быть, не на самом IGF, но, может быть, в преддверии IGF мы, возможно, сможем организовать консультационный процесс с другими заинтересованными сторонами и командой, которая будет заниматься переговорами, чтобы обсудить вот суть и содержание этого декабрьского документа. Я сейчас вот представляю эту идею на ваше рассмотрение. Это пища для размышлений. Может быть, у нас будет возможность это обсудить, но в чем преимущество, как я его вижу? Это возможность охватить большое количество других заинтересованных сторон. То есть более широкий круг, чем наши возможности, если это будет лишь один консультационный процесс в конкретный период времени. Итак, может быть, еще во вторник и в среду я буду больше говорить об ожидаемых результатах заседания МКГ, которое пройдет завтра. А сейчас я бы хотел передать слово господину Кандамио. Это главный эксперт из Министерства связи и КТ Турции. Он выступит в качестве представителя председателя предыдущего заседания IGF, госпожа Комарини. Спасибо, господин председатель. Уважаемые коллеги, нам выпала честь присутствовать на открытых консультациях в заседаниях ИКГ в преддверии IGF 2015 года. От имени председателя IGF 2014 доктора Тайфуна Акарера я рада представить отчет. Вы знаете, что заседание форума по управлению интернетом прошло со 2 по 5 сентября 2014 года в Стамбуле. Участвовало 3500 человек из 144 стран. И эти цифры являются рекордными. Это самые большие цифры участия в форуме IGF. В качестве предварительного мероприятия Турция организовала мероприятие на высоком уровне на тему наращивания потенциала в целых экономического развития. 33 оратора самого высокого уровня, включая заместителя премьер-министра, министров, председателей и исполнительных директоров выступали на эту важную тему и делились своими знаниями и мнениями. Общей темой заседания стала тема «Соединяя континенты в целях укрепления многостороннего управления интернетом». Более чем 3500 человек собрались на этих заседаниях обсудить различные аспекты интернет-управления. В рамках предварительной работы МКГ провела два очных заседания и семь заседаний онлайн. Были собраны 200 предложений различных семинаров и они были рассмотрены, проанализированы, классифицированы соответственно с критериями, разработанными МКГ. На протяжении недели заседания IGF 2014 различные лидеры, эксперты, представляющие разные заинтересованные группы, обменивались своими мнениями и идеями. Велась оживленная дискуссия. На основных сессиях вызвали интерес всех участников. На основных сессиях, семинарах и других мероприятиях обсуждались очень важные вопросы на открытой и интерактивной основе. Новый формат и новая организация сессии сделала вклад в увеличение инклюзивности обсуждения. Это привело к плодотворным результатам. В отчете отмечено, что были некоторые нововведения. Первое – это призыв председателя IGF с тем, чтобы увеличить вклад со стороны различных заинтересованных сторон. Кроме того, форум наилучшей практике по пяти сложным вопросам и новый формат и новое содержание отчета IGF. Уважаемые коллеги, мы хотели бы сказать, что есть целый ряд моментов, на которые хотелось бы обратить внимание. В результате дискуссий, которые состоялись, мы подготовили проект заявления, который будет направлен в ООН для того, чтобы обеспечить устойчивое финансирование. Был также подготовлен документ о праве рассмотрения этого вопроса в рамках Совета по правам человека. Многие участники подчеркнули, что существует необходимость расширения взаимодействия между государственными учреждениями и другими заинтересованными сторонами. В том, что касается укрепления атмосферы доверия в киберпространстве, был подготовлен документ с целью организации форумов по передовой практике в этом отношении по пяти основным вопросам. Было подчеркнуто важность включения права на доступ к ИКТ-интернету в число целей развития на период после 15-го сессии. Было обеспечено участие молодежи. Был рассмотрен вопрос о переходном периоде в деятельности и она, и укреплении системы подотчетности ICANN. Это нужно рассмотреть самым тщательным образом, готовясь к следующей сессии IGF в Бразилии. Поэтому мы можем сказать, что мы достигли больших успехов. Это будет большое успешное мероприятие. Мы уверены в этом сейчас. И последнее. Мы хотели бы поблагодарить ЮНДЕСа, секретариата IGF и МКГ, за их тесное сотрудничество в организации сессии IGF 2014 года. Большое спасибо за ваше внимание. Большое спасибо за ваше выступление. Спасибо за проявленное гостеприимство. Нам это очень помогло в деле организации этой встречи. Хотели бы также поблагодарить организаторов IGF за их обращение к полномочной конференции МСЭ в Пусане. Это был очень серьезный вклад, который был ослён делегацией Турции, выступавшей от имени участников этого мероприятия. Это обеспечивало лучшую рекламу, лучшую заметность деятельности IGF. А теперь я хотел обратиться к послу, почётному председателю на 2015 год, Франциско Бенедикто Фанцекко Филло, директор департамента научно-технических вопросов Министерства внешних связей Бразилии. Спасибо. Я тоже хотел поблагодарить предыдущего оратора, представителя Турции, за тёплые слова, которые были сказаны в наш адрес, за добрые пожелания и успеха этого мероприятия. Нам было очень приятно и интересно присутствовать на встрече в Турции. Поэтому теперь перед нами стоит настоящий вызов обеспечить работу на столь же высоком уровне, и обеспечить такой же высокий уровень интереса и участия, как это было сделано в Турции. Для меня является большой честь и удовольствием выступать в качестве субпредседателя важного этого мероприятия со стороны Бразилии. Хотелось бы конкретно указать, что я выступаю и от правительства Бразилии, и от имени руководящего комитета, который я представлен исполнителем-секретарём Харпантом Глазером, которого вы все очень хорошо знаете. Мы также хотели бы отметить, что туда входят Флавия Вагнер, Карлос, Альфонсо. Это все люди, которых вы очень хорошо знаете. Мы со своей стороны готовы сделать всё необходимое для налаживания сотрудничества и с вами, господин председатель, и со всеми другими представителями в самом широком плане для обеспечения успешного проведения совещания в Бразилии. Мы начали процесс подготовки. Нам очень приятно отмечать, что есть большой интерес к этому мероприятию. Мы видим, что появилось много новых интересных идей, предложений, и мы с интересом ожидаем возможности поработать вместе с вами для того, чтобы обеспечить успешное завершение вот этого первого цикла в деятельности IGF. У нас 9 лет опыта в этом отношении. Мы можем опереться на те новаторские наработки, которые у нас уже имеются. Свидетельством этому является встреча в Турции. То есть мы имеем на руках достаточно большое число элементов, которые, как мы надеемся, будут способствовать успешному проведению этого мероприятия. Нужно также учитывать те важные мероприятия, которые проводятся, те дискуссии, события, которые характерны в этом плане, переходный переход в ICON. Нам все очень приятно это отмечать, и в этих условиях быть принимающей стороной IGF становится еще более интересным. Будут рассматриваться и вопросы управления интернетом, но мы должны учитывать то, что обсуждается на других форумах. То есть в целом атмосфера очень благоприятная, что должно позволить закрепить роль IGF в этой общей системе. За последние несколько лет, особенно за последние полтора года, деятельность IGF набрала новые обороты. Мы хотели бы заявить о нашей готовности работать со всеми заинтересованными сторонами, со всеми с вами. Ждем вас всех в Бразилии, в Джоао-Песо, в ноябре следующего года. Спасибо, Бенедикта, за это очень впечатляющее, вдохновляющее выступление. А теперь я хотел передать слово следующему оратору. Мы переходим к следующему пункту овески дня. Мы согласовали это как пункт 2. Это подведение итогов IGF 2014 года с определением ожиданий в отношении IGF 2015 года. Я бы попросил вас поразмышлять о том, что у нас получилось, что сработало, какие уроки мы должны извлечь из опыта IGF 2014 года в плане подготовки к IGF 2015 года. хотелось бы попросить вас поделиться вашими изображениями о тех набросках, которые у нас есть в отношении программы работы IGF 2015 в свете встречи, состоявшейся в Стамбуле. Мы хотели бы посмотреть на разные материалы и выслушать разных ораторов. Но сначала я хотел бы попросить выступить тех, кто не является членами МКГ. Потом попрошу уже высказываться членов МКГ. Но прежде чем я открою дискуссию, попрошу сначала секретариата Ченгатай кратко представить результаты обследования, которое было проведено по результатам обработки комментариев за последние годы. Вам слово. Я прочитаю резюме этого документа, где дается своего рода резюме всех кладов. Я надеюсь, что это позволит вам не повторять то, что было сказано. Когда вы будете выступать, просьба только что-то добавить или разъяснить, а не повторять сами комментарии. Были комментарии о совершенствовании процедуры подготовки. Было много вкладов с тем, чтобы получить вклады от всех заинтересованных сторон до проведения первых открытых консультаций. Комбинирование этих открытых консультаций с сессией МКГ и проведение на регулярной основе виртуальных заседаниях МКГ. Мы хотели бы отметить, что отличало IGF 2014 года. Он был в большей степени ориентирован на результаты. Были приведены форумы по пяти основным проблемам. Это шаг вперед. Новый формат и резюме, с которым выступил председатель, были отмечены как положительные моменты. Следующий момент создания Ассоциации поддержки IGF, подготовка декларации по интернет-свободам в Африке. Что касается основных заседаний, темы основных заседаний, они были выбраны очень удачно, и они отражают нынешние приоритетные вопросы. Было подчеркнуто, что очень удачно был использован формат в организации вот этого стола во форме буквы Ю. Было много участников, но тут возникла проблема слишком большой продолжительности. Было сказано, что лучше проводить двухчасовые, а не трехчасовые заседания. Если планируется трехчасовая сессия, то ее лучше разбивать. Было сказано, что проводилось слишком много параллельных семинаров и практикумов. Некоторые семинары рассматривали похожие темы. Что касается вот этого нового инструмента планирования и ставления графика в режиме онлайн, то это было расценено как положительный момент. Отмечались возможности использования вебекса, твиттера, вебкаста, и ютюба. Было отмечено, что был обеспечен перевод, но нужно было обеспечить устный перевод на большем числе заседаний. Говорилось о том, что нужно меньше речей и больше интерактивных заседаний. Были сделаны рекомендации для того, чтобы активно участвовать в межсессионной работе, которая вносит критическое значение в плане организации будущей работы. Было отмечено две темы для межсессионной работы. Политика для объединения, для соединения следующего миллиарда людей и воздействия интернета на рабочие места и навыки и умения. очень важно научиться четко вырабатывать политические обращения. Сейчас нет соответствующего какого-то механизма для координации задействования многочисленных заинтересованных сторон. При всем при этом нужно не забывать, что главный фокус должен заключаться в управлении интернетом. Но эту тему нужно привязать к обеспечению устойчивого развития и продвижению дела прав человека. Была также отмечена важность проработки вопроса о наблюдении за киберпространством в обеспечении неприкосновенности частной жизни в онлайновой среде. В ряде вкладов было сказано, что было бы хорошо, чтобы была более структурированная повестка, чтобы меньше проводилось семинаров практиков. Но при этом было подчеркнуто, что нельзя просто сокращать число этих семинаров, поскольку динамика СИЛАЙДЖЕФ черпается как раз из этих семинаров и практиков. Что касается различных коалиций, в частности, так называемых динамических коалиций, то было предложено обсудить о том, как лучше структурировать эту деятельность с тем, чтобы поддержать деятельность тех 12 динамичных коалиций, которые сейчас функционируют. Одна из задач заключается в том, чтобы обеспечить ключевые характеристики, при которых IGF является открытым форумом для дискуссии. Это позволяет на когда это возможно распространять эта информация на глобальной основе. Нужно двигаться в этом направлении. Нужно использовать основные заседания и другие такие заседания, которые позволяют разрабатывать рекомендации, мнения, политические принципы, которые можно затем решать, можно использовать при решении конкретных насущных вопросов, связанных с интернетом. Нужно обеспечить лучшую координацию различных платформ и инициатив, укреплять связи с региональными и национальными идеями. В рамках IGF нужно обеспечивать постоянные регулярные мнениями с этими различными структурами. Что касается удаленного участия с помощью электронных средств и в ходе пленарных заседаний в межсессионный период, это подчеркнуто и отмечено как важное направление будущей работы. Нужно иметь динамичную страницу для поступления материалов на веб-сайте IGF, то, что называется лендинг пейдж. что касается задействования представителей молодежи, то было сказано, что нужно расширять их участие и привлекать их к выступлениям. С точки зрения организации логистики было отмечено, что нужно улучшить и продолжать работать над такими вопросами, как выпуск баджей, обеспечение питанием, напитками, обеспечение доступа к широкополосным приложениям и так далее. Были высказаны предложения в отношении МКГ. говорилось о том, что МКГ могла бы создать рабочие группы, которые могли бы заниматься рядом критически важных вопросов, таких как коммуникация, пропагандистская деятельность, межсессионная работа, форумы по продовой практике. Это позволит задействовать заинтересованные стороны. По-моему, это то, что я хотел зачитать. Там дальше еще идет по управлению. Непосредственно деятельности МКГ. Но это не касается АДЖФ. Не обязательно повторять сегодня. Мы с вами сейчас уже работаем на практическом уровне. Я хотел бы просто подчеркнуть, что у нас обеспечен перевод на шеи официальных языков ООН. И те, кто хотел бы выступать не по-английски, на каком-то другом ооновском языке, пожалуйста, выступить. речь идет о том, что это должен быть испанский, русский, китайский, арабский или французский. Но не какой-то другой язык. У нас набор ограничен. А теперь я хотел бы дать возможность высказываться с комментариями. Хотел бы предложить участникам выступить. Кто хотел бы выступить первым в рамках этого консультативного процесса. Пока вы думаете, приходит английский оратор. Хотел напомнить, что когда вы будете выступать, не забывайте представляться. это важно и для протокола, и для субтитрирования. Виктория просит слова. Вообще-то не Виктория, а Вирджиния. Но я представляю целый ряд коллег. В любом случае, я здесь в хорошей компании. Я новый член МКГ. И что меня больше всего здесь волнует? Что касается дистанционного участия, тут возникает вопрос о том, что такое локальное, а что такое дистанционное участие. Вот это дистанционное онлайновое участие, наверное, это важнее. Нужно помнить о том, что в режиме онлайн за нашей работой следит гораздо больше людей, чем число делегатов, которые сидят здесь. поэтому мы должны обеспечить, чтобы мы учитывали мнение, привлекали людей, которые участвуют в этой работе. Нужно помнить о том, что каждый семинар, каждое межсессионное мероприятие должно учитывать этот момент. Все это должно иметь не чисто теоретические, а именно практические последствия. Мы должны за счет этого придать новый импульс вот этому динамичному процессу движения. Поскольку большинство заинтересованных сторон сойдет не в этом зале, а за его пределами. Поэтому я хотел бы сделать все возможное, чтобы расширить возможности участия, расширить доступ, в частности, для лиц с ограниченными возможностями. Поэтому я попросила бы это учитывать с самого начала. Именно поэтому я и решилась выступить вот сейчас, именно в этот момент, с этим важным вопросом председателя. Спасибо, Вирджиния. Именно это Вирджиния я и хотел сказать. Но я у себя в списке искал, искал ваше имя, но не успел его найти вовремя. Итак, кто хотел бы еще выступить? Или можем перейти к следующему пункту повестки дня? Тот обзор, который был проведен по результатам обследования с результатами, которые получили всех устраивают. Правильно? Вират, доброе утро. Я согласен с тем, что нужно сначала заслушать наблюдателей. Первое. Мы хотели бы поблагодарить, искренне поблагодарить Турцию, Турецкое правительство. У нас просто не было достаточно времени для того, чтобы отметить ту выдающуюся работу, которая была проделана в Стамбуле. Для протокола, что называется, хотелось сказать, 1600 делегатов из 128 стран участвовали в работе в Баку, в Азербайджане, более 2000 делегатов в Бали, а на последней встрече в Турции мы побили все рекорды. Было 3694 участника, 146 было представлено, 97%, 75% от общего числа членов ООН. Мы хотели высказать нашу благодарность и секретариату, и правительству Турции. Мы хотели бы сказать, что на представителей развивающихся нам приходилось почти 60% всех участников. Это большое достижение. это признак доверия к этой структуре со стороны развивающихся стран. Многие говорят, что правительства участвовали не очень активно. На самом деле 23% всех участников это были представители правительства. Почти треть, то есть почти столько же, сколько было представителей от бизнеса общества. Мы хотели бы отметить еще вот что в отношении основных заседаний. Мы договорились, что у нас будет только два с половиной основных заседания, а не пять-шесть. Были очень внимательны и тщательно отобраны темы для дискуссий, которые ставились на этих сессиях. Хотя было принято решение по проведению только вот этих двух с половиной заседаний. Имеется шесть слотов временных для проведения таких заседаний. Но начали мы с двух с половиной, потом мы дошли до трех с половины после парижской конференции треть этих слотов была открыта и была проведена трехчасовая сессия, посвященная вопросам нейтральности интернета. Мы постарались учесть все эти вопросы, в частности то, что было сказано в заявлении НЭТ Мундиаль Обращаем внимание на то, что уровень участия был обеспечен 80-90 процентов. Говорилось о том, что три часа может быть отмного, но при всем при этом никто из зала не уходил. Речь идет о том, чтобы чаще делать какие-то прерывы, вот эти трехчасовые заседания разбивать на две половинки, чтобы люди могли немножко ноги размять. Что касается АйДиэфа, самого АйДиэфа, как он организован, была очень интересная, откровенная дискуссия по этому вопросу, с тем, что работает, а что не работает в этом плане. с тем, чтобы АйДиэф мог поиграть и сам в софтбол. Были обеспечены подвижки в обеспечении регионального и гендерного представительства практически во всех панельных группах. Это было обеспечено не только на уровне высокого представительства. Практически все те, кто участвовал в этих мероприятиях, это были представители. Плюс вот это новая формула, новый формат, так называемый U-Table. Мы заранее определили критерии, что позволило учитывать возможность рассмотрения тех вкладов, с которыми впервые выходили представители развивающихся стран, обсуждать какие-то конкретные вопросы. Это все действительно улучшение. Вот я был сопредседателем одного из таких мероприятий и было 16 других коллег, с которыми на добровольной основе мы готовили этот момент. Это серьезное улучшение. Мы должны сказать, что то, что мероприятие проводило в Стамбуле, позволило уменьшить затраты на участие. Это большой фактор, поскольку из большинства мест Европы и Азии туда можно было долететь за 4 часа. Были представлены самые разные возможности для размещения, что очень важно в частности для представителей из развивающихся стран. Поэтому очень важно найти такое место, где гостиницы есть разные трехзвездочные, пятизвездочные, любые. Я хотел бы также подумать об улучшении веб-сайта IGF и вот это цветное кодирование программ, которое, я думаю, очень хорошо сработало для многих. у нас не было возможности объяснить все это. Была проведена сессия молодежных лидеров и, мне кажется, три члена МКГ присутствовали и поддерживали эту сессию. Все прошло очень хорошо, мы гордимся этими результатами. Одна из членов находится здесь, она была ведущей этой сессии, теперь она полноценный, полноправный член МКГ. Я думаю, до сих пор у нас не было представителей молодежи, молодежного движения в МКГ, и это очень хороший результат. Кроме того, достаточно хорошо функционировало дистанционное участие, многие участвовали. 297 дистанционных участников было на IGF в 2014 году. Кроме того, участвовали через такие платформы, как Flickr, Facebook. В завершение я хочу сказать, что МКГ в прошлом году, мне кажется, это уже с 2013 года все началось, мы начали обсуждать такие вопросы, как надзор семинары. И 35 из 90 семинаров были посвящены вопросам прав человека. 45 семинаров из 90. То есть большая часть, половина семинаров. И опять-таки мы говорили об этом и мандат, который возможно частично вот где-то был соотнесен с тем результатом, который был представлен в заявлении NetMondial. Вот такие замечания я хотела представить на размышления. Изуми Айзу вам слово. Спасибо, господин председатель. Я бывший член МКГ и я в общем-то пришел сюда, чтобы сказать вам до свидания, ребята. Для того, чтобы продолжить этот разговор, я хочу поделиться своими наблюдениями от заседания 2014 года. У нас были специальные интервью во время заседания. Это очень помогало членам МКГ понять то, как участники Айджиев действительно относятся к этому мероприятию и действительно они усвоили какой-то материал или нет. Я призываю вас и новых членов МКГ сделать что-нибудь подобное. То есть не только организовать конференцию саму по себе, но и прислушиваться к участникам, особенно прислушиваться к новичкам. Мы иногда брали интервью во время перерывов на кофе, во время обеда. Мы брали интервью у участников из развивающихся стран, которые редко бывают в президиуме и так далее. И хотя мы где-то около десяти интервью провели, многие сказали, что они чувствовали себя в некой изоляции. То есть если вы не являетесь организатором или оратором, вы чувствуете себя в изоляции. И иногда, наверное, было слишком сложно, потому что было большое количество оратора, большое количество выступлений. Может быть, нужно продумать новые возможности организации конференции, какие-то новые механизмы. Может быть, вы слышали такую концепцию flipped classroom, то есть какие-то открытые пространства. Один из участников впервые приехал на такое заседание и он подготовил презентацию сессии по видео заранее и таким образом участники могли ознакомиться с этой видеоконференцией до того, как они приехали. То есть есть целый ряд возможностей и нововведений, которые бы можно было рассмотреть в преддверии нового заседания. И я хочу подчеркнуть, что члены МКГ должны не только говорить, они должны слушать. Это очень будет ценная информация для них. И вот то, что говорил Ин сейчас. Нужно говорить не только о преимуществах дистанционного участия, но и о недостатках. То есть кажется, что вот мы центр, а они на периферии, они где-то далеко дистанционные участники. Таким образом, они будут чувствовать себя действительно отдаленными. Еще нужно учитывать вопросы часового пояса и так далее. И нужно быть очень хорошо сосредоточенным, чтобы следить за всем. И что вы можете сделать, если вы хотите дать комментарий? После того, как основные вопросы были уже обсуждены, тогда задавался вопрос председателям, есть ли еще какие-либо комментарии и так далее у дистанционных участников. То есть, конечно, мы должны использовать новые технологии. Например, NetMondial, они показывали видео из Индонезии и Индии. Мы должны обеспечить более слаженную работу конференции для всех. Вот мои наблюдения, которыми я, как бывший член МКГ, хотел поделиться с новыми членами. Спасибо Изуми за ваш вклад, за ваши предложения. Теперь я хочу обратиться к Шитте Лаксми. Добрый день. Меня зовут Сита Лаксми. Я новый член МКГ. Я представляю Индонезию. Мне кажется, что я бы хотела среди предложений увидеть, поскольку IGF это новая дискуссия, особенно в такой стране, как Индонезия и вообще в регионе Юго-Восточной Азии, я бы хотела спросить, когда мы вносим обзор, когда мы делаем предложение, обзор предложений, можем ли мы сделать вот такую положительную дискриминацию в отношении развивающихся стран, чтобы установить, какую-то квоту на предложения развивающихся стран, чтобы действительно укрепить их участие. То есть, если я правильно понял, положительная дискриминация, affirmative action, да, мы действительно в Стамбуле сделали вот такое действие положительной дискриминации, то есть, мы уделили внимание предложениям возразивающихся стран, которые получили не очень высокую оценку, мы их все равно включили в программу для того, чтобы вот поощрить их таким образом. Следующая в списке Мэрилин Кейт. спасибо, господин председатель. Я хочу прежде всего сказать, что я очень рада видеть всех участников, которые собрались здесь, то есть, не только представителей МКГ, но вообще широкая общественность. Я хочу повторить комментарий прошлого года, который я сделал. И я помню, что в зале был смех, когда я сказала, что я новый член МКГ, потому что я до этого 8 лет была активным участником. И вот я хочу здесь сказать и зуми, и всем другим членам МКГ, которые снова возвращаются в свои сообщества. вы не должны оставлять нас, вы должны продолжать посещать заседания, посвященные планированию, вы должны делиться своими знаниями. У МКГ достаточно узкая функция, мы зависим от широкого круга заинтересованных сторон. И вот такие люди, как Изуми, другие, они помогли нам достичь того прогресса, который мы наблюдаем сегодня. Поэтому возможно у бывших членов есть ощущение, что они как бы вышли из игры, но мне кажется, что мы до сих пор должны рассчитывать на вас. И я хочу сделать комментарий в отношении инноваций, которые мы ввели в прошлом году. Когда я была очень привержена тому, чтобы сделать вклад, и нужно уйти от центральной роли МКГ в планировании семинаров и в области введения тем семинаров. И может быть ограничить роль МКГ на семинарах. То есть представлять может там МКГ в качестве индивидуальных представителей. Мы и так планируем сессии, мы очень много делаем для семинаров. мы оцениваем семинары, мы являемся наставниками. Но мне кажется, вот в этом году было большое изменение. То есть мы играли роль наставника и содействующего субъекта. И я очень рада тем предложениям, которые были озвучены изуми и другие говорили о новом формате, о новых форматах участия и о новых форматах сессий. Нужно как бы выйти за пределы привычного, чтобы расширить участие. Я поддерживаю мнение, которое как раз разделяет Рапатай, вот Верат говорил, местоположение географическое Стамбула содействовало вот такому широкому участию. Мы должны наверное поощрять возможности участия. И надо учитывать географическое местоположение при выборе места заседания. финальный комментарий. Один из преимуществ, которые я увидела, связанное с открытостью секретариата, по включению других групп, которые хотят приехать на ЭДЖЕФ и провести параллельное мероприятие. И мне кажется, это помогло еще добавить новых интересных ораторов. И вот я сотрудничала с очень интересными группами. Альянс женщин, например, Арабский альянс бизнес-интернет. вот такое мероприятие привлекло большое количество участников. То есть 30 или 50 новых участников приехало. И они бы не смогли приехать на заседание ЭДЖЕФ, если бы они не смогли провести вот это параллельное мероприятие. Они смогли участвовать вот в вот этой концепции деревня. И кроме того, это открыло им доступ к сообществу АйДЖЕФ. Поэтому мы сделали вывод о том, что если есть возможность с точки зрения пространства и места организации, мы должны содействовать приезду всех заинтересованных сторон. Спасибо. Авридория, пожалуйста. Спасибо. Я новый член МКГ. Я хочу рассказать о двух концепциях, над которыми нам следует потрудиться еще. Первое это все понятие аудитории. я уже посещала много заседаний АйДЖЕФ, и мы говорим на всех заседаниях об экспертах и аудитории. И мне кажется, что это проблематичная концепция, если мы имеем в виду форум, потому что на форуме мы должны работать над понятием, что каждый является участником. Некоторые были в президиуме, некоторые в зале, но мне кажется, когда мы говорим о концепции аудитории, мы часто проводим как бы черту. И в результате у нас есть ряд ораторов, которые говорят с остальной частью аудитории, которая их слушает. Мы должны задуматься над тем, как создавать именно поведение, которое будет характеризовать именно форум, как заложить основы диалога, беседы, дискуссии между большим количеством участников в зале и дистанционными участниками. Говорили о том, что дистанционное участие это дистанция, и вот это натолкнуло меня на мои размышления. Второе, межсессионная работа. Я очень рада, что мы задумываемся над механизмами работы между двумя сессиями. но мы часто думаем, что работа ограничивается заседаниями. А заседания это то мероприятие, когда мы как раз говорим в наших впечатлениях о проделанной работе и так далее. то есть мы всегда говорим, что именно заседание является важной вехой в противовес той работы, которую мы ведем, и тем результатам, к которым мы приходим. То есть по мере того, как мы будем двигаться вперед, когда мы обратим внимание на эти концепции, мы должны посмотреть на отрицательные стороны концепции, и мы должны попытаться не разделять зал на аудиторию ораторов, и попытаться, чтобы заседания не были единственным моментом, когда мы поднимаем все вопросы, обсуждаем всю работу и так далее. Мы должны говорить о работе на постоянной основе. Спасибо. Спасибо, Аври, за ваши мысли, идеи. У нас дистанционный участник хотел бы выступить. Итак, Анрияд будет выступать. Вам слово. Мне кажется, что есть технические трудности, мы вернемся к этому участнику позже. Давайте я сейчас дам слово другому человеку. Айсок, пожалуйста. Доброе утро. Меня зовут Констанс Бумлер, я из интернет-сообщества. Мы часть технического сообщества интернета. Я хочу поднять еще некоторые вопросы, которые уже в принципе поднимались сегодня утром. Я бы хотела поддержать то, что сказала Аврия о межсессионной работе и также замечания вот Мэрилин и Верата. Я хотела бы уделить внимание результатам и намеченным результатам IGF и сказать несколько слов об опыте и наилучшей практике и дать несколько идей о, может быть, новых результатах, к которым должен стремиться IGF в том, что касается наилучшей практики и формов с ним связанными. Я думаю, что это хороший первый шаг для IGF. Нет сомнений. Я хочу подчеркнуть несколько важных моментов, которые еще не упоминались в резюме подведения итогов. И я хочу прежде всего подчеркнуть, что на IGF приехали новые индивидуумы, новые сообщества именно через форумы наилучшей практики. В списке было новых 120 человек, которые обычно не посещают заседания IGF. Может быть, в будущем они не приедут, но они были заинтересованы именно той работой, которая была начата благодаря форумам наилучшей практики. И вот сейчас мы должны задуматься, как поддержать это сообщество, как удержать этих лиц, этих экспертов в сообществе IGF. И как включить их в будущую работу IGF. Я думаю, что на основе моих комментариев вы увидите, что все это сводится, конечно же, к ресурсам секретариата. Но это также показывает, что у нас есть огромные возможности для IGF. я бы хотела подчеркнуть, что посредством наилучшей практики мы не ведем переговоры по тексту. Это очень важно, потому что есть деликатные места в отношении того, чтобы найти оптимальное соотношение между результатами IGF. Мы хотим достигнуть прогресса по важным вопросам, но в то же самое время мы должны сохранить необязательную природу участие в IGF. Мы не должны становиться платформой переговоров. Мы говорили о ресурсах и средствах, которые необходимы для того, чтобы поддержать межсессионную работу. Мне кажется, это все поднимает вопрос о роли членов МКГ по отношению к секретариату по сравнению с внешними консультантами и внешней помощью, которая может быть оказана секретариату. И вот я бы хотела сказать, что мне кажется, что МКГ, вот Мэрилин сказала, что у членов МКГ особая роль, но в то же самое время мы не можем заменить собой секретариат. И по мере того, как IGF будет разрабатывать большее количество результатов в будущем, я думаю, что вот этот барьер между ролью секретариатов и членов МКГ будет иметь большое значение, поскольку любые результаты должны восприниматься как нейтральные. Мы должны это подчеркнуть. Я бы хотела также добавить, что в том, что касается формата результата, мы говорили о наилучшей практике, были вот такие сообщения надлежащей политике, которые связаны были с заседанием 2014 года, эти сообщения были направлены от имени одной группы Совета по правам человека. Мне кажется, что это демонстрирует, что у IGF есть большой потенциал. В то же самое время, мне кажется, что, например, имстат был уже достаточно большое время с нами, у нас есть существующая практика, документация, которую можно сравнивать. другие темы можно будет рассматривать на основных сессиях, особенно политические вопросы, но новые вопросы, появляющиеся вопросы, возможно, как раз и стоит рассматривать в других форматах, то есть не на основных сессиях. И, наконец, в отношении основных совещаний или основных сессий. По моему мнению, IGF 2014 действительно оставил впечатление о том, что у нас был гибридный формат, мы ввели несколько новых элементов, но в то же самое время мы сохранили элементы исторического формата IGF, и это очень важно отметить. То есть исторические элементы тоже стоит сохранять, учитывать, по мере того, как мы пытаемся перевести IGF на новый уровень, но в то же самое время мы услышали, что участникам показалось, что основные сессии были слишком длинными, долгими, и вот Шин Гатай говорил в качестве обобщенного документа, может быть, стоит, чтобы была одна тема в день, и одна сессия, которая бы подводила итоги работы, чтобы подводить вот итоги. спасибо. Благодарю вас, Констанс, за ваше предложение. Итак, Соединенное Королевство, Марк Равелл, пожалуйста. Спасибо, господин председатель, доброе утро, Марк Равелл, Соединенное Королевство, Министерство по культуре, спорту и технологию. Я хочу от имени правительства Соединенного Королевства поблагодарить Турцию за организацию успешного девятого заседания IGF, и поздравляю их с таким рекордным участием, это большое достижение, и, как вы сказали уже, господин председатель, сейчас наступило время, наверное, выйти на уровень ООН, для того, чтобы сделать все возможное, чтобы IGF развивался дальше, эволюционировал и был заметным. И здесь вот говорилось о статистике участия в отношении примечания, касающихся участия со стороны правительств. Делегация правительства Соединенного Королевства в Стамбуле была самой большой. У нас было больше политиков из разных министерств, чем когда-либо ранее. Я думаю, это является отражением действительно очень интересной, важной программы, важности работы с заинтересованными сторонами, вот работы таким динамическим, открытым способом. в том, что касается других аспектов IGF в Стамбуле, мы оценили нововведения, которые были введены, то есть это привело к более конкретным, емким результатам, но в каком-то смысле, как уже здесь говорилось, необходимо отметить, что не было переговоров, тем не менее был плюрализм мнений, разные мнения по очень многим темам. Это очень важная концепция для IGF и нам стоит это сохранить. Второй форум, форумы по наилучшей практике были очень эффективными и мне кажется было вполне приемлемое количество таких форумов. Распространение результатов этих форумов это очень важный момент и мы должны обязательно учитывать эти результаты. Мы должны теперь перевести на новый уровень вот тот результат, что такое большое количество экспертов приехало и участвовало. Новые форматы, да, мы приветствуем такое нововведение. Приверженность развития межсессионной работы. Мы очень поддерживаем такой подход и мы с нетерпением ждем обсуждений на эту тему, то есть обсуждения того, как мы будем применять эту концепцию и как мы будем делать то, чтобы межсессионная работа обеспечивала именно продвижение, дальнейшее достижение прогресса в нашей работе и потом IGF в Бразилии переведет еще на более высокий уровень. И тогда мы избежим риска дублирования каких-то видов работы и топтания на месте. Это очень важное изменение, которое вот свидетелями которого мы были на заседании IGF. несколько еще слов о том, что мы высоко оценили вклад представителей молодежи. Мы поддерживаем ту идею, что необходимо расширять их участие, чтобы они были в самом центре IGF в Бразилии. Нужно, чтобы они были более заметными, чтобы они помогали нам как бы посмотреть на многие темы новыми глазами. свежим взглядом. В отношении сессии мне кажется, что количество сессий было адекватным, но, наверное, нужно еще потрудиться над тем, чтобы максимизировать участие, но при этом избежать коллизии или столкновения с другими мероприятиями. Мы должны, конечно же, смотреть еще на количество экспертов, которые будут участвовать. я согласен, что на некоторых сессиях экспертов было слишком много. Вот пока я на этом остановлюсь, я надеюсь, что мои комментарии были полезными. Спасибо, Марк, конечно, они были полезными. Я так понимаю, что наш дистанционный участник еще не готов выступить. Или мы попытаемся? Давайте попытаемся прямо сейчас, а если нет, тогда после первого перерыва на кофе. И вот давайте мы сейчас проверим. У нас даже, по-моему, есть два участника, уже очередь. Андрея, вы готовы? Я готова вам дать слово прямо сейчас. Андриета. Оратор не включил микрофон. Мне кажется, что микрофон не работает. Можете ли вы зачитать мои комментарии? Андрея, там мы вас слышим, и вы можете продолжать. А теперь мне нужно найти свои комментарии. Хочу поблагодарить всех, рада быть с вами. Я приняла к сведению комментарии Мэрилин в отношении того, что бывший МКГ, должны продолжать свою работу, и я с нетерпением жду того, что вы будете вовлекать меня в свою работу. Несколько замечаний. Благодарим Турцию, благодарим всех. Мне кажется, IGF был успешным заседанием, но мы можем, конечно, и дальше совершенствовать. Несколько замечаний. замечаний. Я согласна, что мы должны укрепить межсессионные процессы IGF, и мне кажется, многие Аврия и другие об этом говорили. Например, ориентирование на результаты через применение результатов форумов открыт, лучшие практики. Подготовка к семинарам. Если мы будем лучше готовиться к семинарам межсессионно, они будут работать более эффективно. Если в отношении участников правительства, они тоже могут принимать участие в межсессионной работе. Кроме того, нужно включать региональный IGF. Прозвучала критика, что некоторые региональные IGF не были отражены надлежащим образом. И нужно помогать им дистанционно участвовать. Как уже сказал Верат, есть заинтересованность темой прав человека, но у него есть подтемы. И нам нужно либо одну основную сессию выделять, для того, чтобы обсудить темы в области прав человека, или круглый стол. Круглый стол прошел успешно. и я хочу поблагодарить МКГ, секретариат, за то, что они позволили нам включить эту тему. Но, тем не менее, это противоречило и обеспечило коллизию с другими семинарами. Что касается организации различных мероприятий, я согласна с тем, что было сказано. Не удалось нам подвести какие-то итоги, сделать синтез того, что было сделано. Третий момент, нам кажется, что можно учитывать различные аспекты. Очень хорошо то, что мы имели разные мероприятия. Их не нужно проводить в параллеле в таком большом количестве. Очень приятно отметить, что хорошо работала цветовая кодировка. Мы хотели бы также сказать вот, что в конце. В Стамбуле была форума для участия неправительственных структур, что позволило услышать услышать так сказать голоса с места. Это очень хорошо. Это позволяет поднимать критически важные вопросы. Вот эти параллельные мероприятия это конечно само по себе хорошо. Но нужно вот эти спорные вопросы рассматривать и на самом мероприятии. Желаю вам всего наилучшего. Спасибо. Андре это я сначала предоставлю слово одному участнику, который присутствует в зале, а потом мы заслушаем еще одного дистанционного участника Шеру. Большое спасибо Шерл Миро. Я новый член. Я представляю бизнес сообщества. Я работаю в фирме Verizon Communications. хотела поблагодарить всех коллег. Все коллеги проявили по-настоящему хороший дух гостеприимства ко мне. У меня вот какой момент. Я была аутсайдером. Как обеспечить баланс взаимоотношений между принимающей стороной и собственно МКГ. Что лежит как ответственность на принимающей стороне, а чем должен заниматься МКГ. Мне кажется, что удалось прояснить некоторые вопросы. стало важным фактором успеха. Еще один момент. Если говорить об основных заседаниях, они прошли хорошо. Я для себя отмечаю, что многие коллеги говорят, что был обеспечен хороший гендерный баланс, региональное разнообразие. Но в то же время в некоторых панельных группах было слишком много ораторов. Поэтому как новый член МКГ хотелось бы спросить, есть какая-то норма в этом отношении для того, чтобы способствовать обеспечению такой сбалансированности в плане структуры. Как это делалось? Те, кто организовывал в частности эти мероприятия, как это все делалось? Как отбиралось? Очень многие коллеги отмечали, что выступавших и участников панельных групп было слишком много. Спасибо. Но я попрошу коллег отреагировать на этот вопрос. Тут есть один важный руководящий принцип, это здравый смысл, который мы применяем. Онлайновый участник СУБИ, как я понимаю. СУБИ, пожалуйста. Вы слышите меня? Слышим. Спасибо. Спасибо, Янис. Меня зовут СУБИ, ЧАТОРВЕДИ. Я из Индии. Я преподаватель в Государственном университете, где обучается порядка 800 инженеров. Я хочу сказать, что МКГ это уникальная команда, где представлены самые разные специалисты. я хотел бы отметить вот что. Вот то, что было сделано в принимающей стране, это очень важный момент. Это просто поразительно. Хорошо были подобраны председатели основных заседаний, и IGF удалось за счет этого укрепить свою роль. Была обеспечена хорошая интернет-экосистема. Что касается различных форматов, то нужно отметить вот что. Невозможно приметь какой-то один единый подход ко всем мероприятиям нужно использовать разные форматы. Мы хотели бы сказать, что выступал представитель молодежи. 13 лет был, еще 14 не исполнил. Это очень хорошо, то, что такого оратора подобрали на заключительное мероприятие. Это прозвучало как очень такой позитивный посыл. И конечно нужно иметь время для обсуждения заключительных документов. Мы рассматривали вопрос о цифрах. В этом году проводится 10 IGF. Можно говорить об участии. конечно вот это дистанционное участие важное дело, но дистанционное участие это не должно быть равносильно смотрению телевизора. Нужно сразу предоставлять возможность выступить желающим и нужно продолжать этим заниматься. что касается доклада по существу, с которым выступил председатель. Это было очень здорово. Две, не знаю, там четыре страницы. То, что удалось все это разместить на этих четырех страницах, это очень здорово. я в полной мере согласна с тем, что в соответствии с пунктом 72 Тунисской повестки дня одна из задач МКГ заключается в том, чтобы способствовать наращиванию знаний, вносить вклад в работу по укреплению потенциала. И в этом плане нам есть на что опереться. то, что было сделано, реальное воплощение этой задачи, этого принципа. Мне кажется, что в плане передовой практики это было очень хорошо. Может быть, не все форматы подходили к каждому конкретному отдельно взятому вопросу, но мне кажется, что по результатам этого предприятия людям было, что увезти с собой домой. Мы хотели бы сказать, что очень хорошо было бы, чтобы у модератора, ведущего была возможность вставать и перемещаться по залу, чтобы не оставались вопросы неотвеченными. обеспечивать обмен в ходе самой сессии. Это придает живость всей дискуссии. Нужно помнить о том, что нужно привлекать большее число добровольцев, чтобы сами члены МКГ не были вынуждены бегать туда-сюда. Вот я хотел бы отметить, что чем больше будет представить молодежи в МКГ, тем лучше. Нам есть чему у них поучиться и что у них узнать. то есть есть целый ряд моментов, в которых нужно участие. Это позволяет вырабатывать новые инициативы, что само по себе хорошо, но хотелось бы, чтобы это нашло отражение в межрисионной работе. Очень важно определиться с теми параметрами, которые позволяют нам определять состав наших различных групп и команд. Нужно обеспечить вот такой органический естественный рост развития через посредства реализации различных виртуальных концепций. Очень часто бывает трудно добраться до микрофона, поэтому очень хорошо, чтобы в каждом зале была обеспечена возможность пользоваться вот таким переносным микрофоном. Это сделает более активные дискуссии. Нужно продолжать заниматься вопросами обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями. Тут есть еще один момент, который касается обеспечения более широкого участия женщин, молодежи и даже детей. Важно, чтобы выступали также и представители правительства, причем более широко, чем это имело место в прошлый раз. И нужно иметь какие-то руководящие принципы, ясность, например, в отношении каких-то объединений, иметь возможность для получения отзывов обратной связи на какие-то предложения или соображения, особенно, когда с такими предложениями выходят представители гражданского общества. Большое спасибо. Спасибо за ваш вклад. Следующий оратор. делегация США. Доброе утро. Спасибо, Янис. Спасибо. Меня зовут Лиза, Лизаль, Франц. Я работаю в Госдепе. И вместе с другими коллегами, которые выступали, мы хотели бы поблагодарить правительство Турции за успешное проведение IGF. Спасибо Бразилию за то, что они вновь высказали желание провести у себя новую сессию. Мы хотели поблагодарить Мексику за готовность провести у себя это мероприятие в 2016 году. Спасибо за то, что было сформулирована просьба представлять свои соображения и комментарии. Мы хотели бы рассказать о трех вещах. Первое. Мы всегда высоко ценим возможность проведения вот такой своевременной оперативной дискуссии. Ведь то, что мы обсуждаем, развивается очень динамично и оперативно. Мы можем столкнуться с новыми проблемами, поэтому всегда нужно как бы оставлять такой своеобразный резерв для обсуждения такого рода новых вопросов. Что касается возможности какого-то фиксирования или фиксации, точнее, результатов наших дискуссий, это было бы очень важно, поскольку это может служить базой, основой для продолжения наших дискуссий. И в этом плане мы отмечаем вот такой дух сотрудничества, а не проведения переговоров. Мы готовы принять участие в процессе подготовки очередной сессии АТФ. Отмечаем то, что сегодня уже говорилось и звучало. Очень важно обеспечить выход на все заинтересованные стороны и все сообщества. Вот очень важно, чтобы вот эта общественная составляющая была должным образом представлена. Мы считаем, что на АТФ должна быть создана такая атмосфера, чтобы люди могли выступать, так сказать, не подвергаясь давлению, которое характерно для любых формальных структур, где принимаются решения, где ведутся переговоры. Именно поэтому вот этот интерактивный характер с участием большого числа заинтересованных сторон, это главное, что нужно сохранить и что нужно развивать в рамках АДЖЕФ. Что касается разработки вот этих каких-то критериев для выработки тем, форматов, различных семинаров, практикумов, самое главное обеспечить их интерактивность. Что касается расширения или продления мандата мандата АДЖЕФ, нужно помнить о том, что очень важно сохранить вот тот характер, который приобрет их дискуссии. В этом его главное значение. Мы с интересом ожидаем возможности принять участие в предстоящих дискуссиях. Спасибо. Госпожа Ки, боюсь, что имя я, наверное, перевру, поэтому назову вас вообще-то можно назвать просто ДЕК. Я представляю гражданское общество, что касается вот той деятельности, которая проводилась по наращиванию потенциала. Это очень полезное направление деятельности, поскольку это обеспечивает более широкое участие различных людей. и мне было бы интересно, посмотрите, чтобы было действительно участие, а не просто присутствие в качестве аудитории. Это касается вот различных вопросов, таких, как представительство групп, например, занимающихся продвижением прав женщин и так далее. нужно помнить, что появляются новые субъекты в этой сфере, и нужно активно продвигать эту деятельность на региональном и национальном уровне, нужно подумать о том, как это вписывается в глобальные процессы, которые проходят в рамках МКГ, и наоборот, как эти процессы, проходящие в МКГ, могут быть отражены на региональном и местном уровне. Здесь есть чему учиться. Хотелось бы поддержать идею о том, что нужно укреплять международную работу, в рамках которой наращивание потенциала как раз и должно стать одним из ведущих направлений. Один из коллег говорил об ISOC, что выступал представитель ISOC. Мне кажется, что само проведение IGF это важная возможность для того, чтобы обеспечить общение с коллегами из ISOC. Это способствовало бы проведению большего числа дискуссий с участием но так сказать необычных подозреваемых и в этом плане, что мы должны заниматься новыми вопросами. Вот очень правильно это было продемонстрировано на правозащитной тематике. Это показывает, как могут рассматриваться все эти вопросы применительно к вопросам инвалидности, сексуального воспитания, гендерной проблематики в целом в широком плане. все это нужно учитывать. Мы хотели бы поблагодарить секретариата за поддержку. Очень хорошо, что были подготовлены соответствующие отчеты. В этом плане можем сказать, что эти документы очень полезны. Приятно отметить, что гендерный аспект теперь как бы вписывается во все эти моменты. Но важно чтобы эта статистика, которую мы получаем, была использована не только для целей самой IGF и МКГ, но и для того, чтобы рассматривать это в широком плане. Спасибо. Прежде чем я предославлю слово Турции, попрошу выступить онлайн участниками. Я прочитаю выступление Марии Масса. Были подготовлены интересные документы. Было бы хорошо, чтобы лучше были сформулированы конкретные вопросы, которые изначально были бы адресованы экспертом на основе тех реальных проблем, которые существуют. Доклады должны быть открыты для каких-то комментариев даже до того, как они официально обсуждаются, через посредством хорошо структурированных процессов. Хотели бы отметить, что очень важно ориентировать работу на подготовку каких-то конкретных ориентированных на результаты разработку политики. Мы должны в большей степени ориентироваться на результаты. последний момент. нужно обеспечить такую ситуацию, чтобы и в этом году такой подход был использован. Вот эти материалы, которые мы могли бы представить как отчетность, могли бы стать хорошим аргументом в пользу продолжения деятельности АДЖФ. Слово представителя Турции. Спасибо. Я выступаю в личном качестве. Хотел бы поблагодарить и председателя, и МДЗа, и всех других организаторов, все сообщество интернета пользователей, которые внесли свой вклад в организацию и успешное проведение АДЖФ. Ну, сначала у нас была определенная нервозность и опасения. Было так много участников, было так много мероприятий, но оказалось, что мероприятие прошло успешно. Был высокий уровень представителей как из развивающихся, так и развитых стран. Я на все 100% согласен сразумея, которое было зачитано Ченгетая. Спасибо также Верату, который очень хорошо рассказал о том, что было сделано в 2014 году. Это может служить своего рода ориентиром для нашей работы по организации предстоящего и всех будущих мероприятий. мы хотели бы сказать, что вот Марилин, Шерла, Суби добавили очень интересную информацию. Хотелось бы отметить вопрос об участии представителей развивающихся стран. вот то, что их было так много, это связано с тем, что было принято решение о предоставлении бесплатных виз, так называемых электронных виз и виза. Все это упростило процесс. Я хотел бы настоятельно рекомендовать, чтобы такие подходы были использованы в отношении будущих мероприятий, поскольку это позволяет в значительной степени снять визовые вопросы. Что касается наличия рейсов и частота рейсов и число компаний, которые используют Стамбул, все это упростило наше возможности. Нужно подумать о максимальном задействовании лоукостеров. многие из тех, с кем мне довелось встретиться в Стамбуле, говорили, что им удалось приехать за счет того, что цены у лоукостеров были низкими, поэтому это стало одним из факторов обеспечения такого высокого уровня участия. и давайте еще не забывать о том, что Стамбул это просто место интересное для многих людей. Это как бы еще один фактор, который стал очень привлекательным. Я уверен, что принимающая сторона IGF 2015 года сделает все возможное для того, чтобы это предстоящее мероприятие тоже было успешным. Я очень надеюсь, что они проработают еще лучше. Я присутствовал на НЕТ Мундиале, и это было очень успешное мероприятие, поэтому я испытываю самое высокое доверие по отношению к бразильским коллегам, которые организуют это мероприятие. Спасибо всем коллегам, которые внесли вклад в организацию IGF 2014 года. Приветствую новичков, спасибо всем. Нам очень приятно, что мы являемся участниками этого процесса. Мы на последней заключительной сессии в Стамбуле сказали, что ситуация немножко другая будет с новым местом проведения. Вместо исторических зданий у нас будет великолепный вид на море. А теперь представитель ЮНЕСКО. Вам слово. Спасибо. Прежде всего хотелось бы поблагодарить коллег за организацию стамбульского мероприятия. Мы надеемся, что на предстоящей сессии IGF в Бразилии мы сможем провести мероприятие на столь же высоком уровне. Второй момент. Было отмечено 5 свободное мнение обеспечение защиты частной жизни, доступ и этические измерения. Все это позволило нам получить конкретные вклады со стороны государства членов и такие организации как ЮНЕСКО смогли в этом плане опереться на различные на различных заинтересованных сторон для того, чтобы проинформировать всех нас о том, какая стратегия есть у государства членов в этом отношении, в частности, в связи с разработкой целей на период после 2015 года. Мы хотели бы сказать, что правозащитная тематика оказалась одной из наиболее популярных. Конечно же, вы знаете, что учреждение ООН уделяет большое внимание вопросам содействия реализации прав человека, особенно в увязке с интернетом. Есть резолюция советов права человека о содействии реализации права человека онлайн. бюро по правам человека в управлении комиссара по правам человека будет организована параллельная конференция о цифровой сфере. Я приветствую предложение предыдущего оратора, которое связано с тем, чтобы провести пленарное заседание, основную сессию и посвятить ее теме прав человека. И вы знаете, что это очень важная в свете повестка дня после 2015 года. И вы знаете, что интернет развивается и влияет на общество. Давайте я вернусь теперь к исследованиям ЮНЕСКО. Они сейчас продолжаются. обсудим первый проект результатов исследования на конференции, которая будет организована 3-4 марта 2015 года. И мы рады, что мы будем принимать в ту же самую неделю заседание МКГ. Я надеюсь, что я буду приветствовать вас в ЮНЕСКО первую неделю марта. И вы будете участвовать и в заседании МКГ, и в нашей конференции. Спасибо. Благодарю вас, уважаемый представитель ЮНЕСКО. Спасибо за ваши комментарии и за приглашение. Нам нужно еще будет посмотреть, насколько это будет совпадать с нашим графиком подготовки. Я думаю, мы завтра и послезавтра обсудим этот вопрос. Следующий оратором в моем списке Фатима. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, господин представитель Фатима Коррелера из Аргентины из Society Organization. Мы благодарим за те вклады, которые были получены секретариатами. Я хочу сказать что-нибудь новое, не повторять предыдущие комментарии. Мне кажется, три часа для сессии это много. Мне кажется, два часа этого достаточно. В отношении экспертов по основным вопросам у нас было действительно много экспертов. Это не позволило обеспечить диалог с сообществом и не обеспечило интерактивность и участие дистанционных участников. Нам, наверное, стоит сосредоточиться на сессиях региональных IGF. Я являюсь членом программного комитета LAC, IGF, то есть форму Латинской Америки. И нас не пригласили на региональную сессию IGF. тем менее у нас уже семь лет работы в этой сфере. То есть нужно обеспечить более инклюзивные сессии региональных IGF. Я согласна с комментариями по необходимости проведения форумов наилучшие практики. Нам кажется, форумы в этом году прекрасно функционировали, но, наверное, лучше вовлекать большее количество людей в работу этих форумов. Нам нужно сократить все-таки количество семинаров, которые проходят одновременно, потому что в некоторых случаях семинары по сходным, похожим темам проходили в одно и то же время, и было достаточно сложно участвовать во всех семинарах. Кроме того, в отношении организации основных сессий нам, мне кажется, члены МКГ должны играть особенную роль. Мы, мне кажется, должны быть организаторами основной сессии для того, чтобы организовать абсолютно все. Я думаю, что мы можем разработать руководство для ведущего основных сессий для того, чтобы обеспечить участие сообщества и дистанционных участников. Кроме того, нужно быть осторожными в том, включения внешних мероприятий в официальную повестку дня для того, чтобы не взбивать с толку участников. Кроме того, я считаю, что мы должны заранее все планировать в преддверии IGF. мы должны создать рабочие группы, связанные с субтемами, подтемами, для того, чтобы наилучшим образом организовать работу основных сессий и уже обсудить подтемы в начале следующего года. Кроме того, нам кажется, что нужно наращивать деятельность, связанную с потенциалом, развитием потенциалом. И, наверное, в этом году, в следующем году мы должны провести региональные IGF и обеспечить многоязычие, использование разных языков на этом семинаре. Спасибо вам за комментарии. Пожалуйста, Ольга теперь, Кавали. Спасибо, господин председатель. Ольга Кавали из Министерства иностранных дел Аргентины. Я бывший член МКГ, я занимала этот пост много лет, я очень многому научилась и хочу поблагодарить всех коллег, которые были терпеливы со мной, которые помогли мне учиться. Я очень рада, что здесь так много друзей из регионов и приветствую новых членов МКГ. Я планирую не очень отходить от деятельности МКГ, планирую участвовать и дальше во всех процессах. Мы хотим поздравить Турцию с успешным проведением IGF. Нам показалось, что это мероприятие было очень важным с исторической точки зрения, и мы рады, что следующий IGF пройдет в Бразилии, наша братская страна из нашего региона, а следующий IGF будет проведен в Мексике. И я думаю, это очень важно для всех латиноамериканцев. И нам, наверное, стоит поработать над тем, чтобы включить большее количество представителей сообщества. Мы хотим поблагодарить Бразилию за то, что они уже второй раз будут организовать IGF. Первый раз это был 2007 год. Это был хороший IGF, но тогда наша группа была небольшая, и вообще форум был малоизвестен, не такое большое количество участников. И в тот момент мы увидели, что участие со стороны латиноамериканских стран не было на высоте. И в регионе мы пытаемся решить эту проблему. я хочу сделать акцент на ценности вот таких заседаний в нашем регионе. Мы работаем с нашим регионом, и мы хотели бы, чтобы была обеспечена межсессионная работа. Это позволит нам работать с нашим сообществом. Наш регион недостаточно хорошо представлен в международных заседаниях. Иногда мы находимся просто слишком далеко. Аргентина вообще больше к югу расположена. Для нас тяжело так далеко путешествовать. И я хочу, чтобы мы все содействовали развитию межсессионной работы на оригинальном уровне. Следующая школа руководства власти интернета пройдет в Коста-Рике. Я очень рада этому. Это будет в апреле. Мы предоставим стипендии всем участникам. Пожалуйста, скажите нам, если вы хотите участвовать, мы предоставим вам субсидию или стипендию. Я приветствую все инициативы в Латинской Америке. У нас есть Айсак и много других видов деятельности. Я призываю всех наших друзей в регионе участвовать, поощрять сообщества к участию и общее замечание. Я еще раз повторюсь. Мы, Аргентина, приветствуем новый формат. Мы будем рады обсуждать в ближайшие два дня этот вопрос. Нам кажется, что очень важно выделить сессию на правозащитные вопросы. Нужно, чтобы было пространство для этого и время, и чтобы не было коллизий с другими мероприятиями. Мы рады всей этой деятельности, направленной на наращивание потенциала. Мы хотим поблагодарить за информацию о отчетности по вопросам гендера. Нам кажется, что IGF у нас пока есть пробелы в гендерном подходе, может быть, в руководстве. Я хочу поддержать наших друзей из IPC. И, может быть, нужно подготовить семинар и проанализировать, почему это происходит. Есть очень много женщин, профессионалов, специалистов, которые могут быть на руководящих постах, могут быть лидерами. Мы должны поднять этот вопрос. Спасибо за внимание. Спасибо, Ольга, за комментарии. Я хотела бы вам сейчас сказать, что у нас очень длинный список желающих выступить. 10 человек как минимум еще хотят выступить, у нас осталось 15 минут на этот пункт. Я ограничу регламент. Итак, следующий выступающий это представитель Мексики. Это госпожа Мария Кабалеро. Спасибо, господин председатель. Доброе утро. Я буду краткой. Меня зовут Виктория Ромейро. Я представляю правительство Мексики. Я уже второй год являюсь членом МКГ. Я буду очень краткой. Я коснусь кратко тех вопросов, о которых говорила Ольга Ковала. Это очень важно не только для моей страны, но и для региона в целом. Ближайшие несколько лет будет иметь огромное значение. Итак, участие развивающихся стран. как уже сказала Ольга, мы должны укрепить, усилить их участие. Здесь в Женеве мы видим, что знания об IGF достаточно ограничены. Я даже говорила об этом с постоянными представителями. И вот в этом наш основной вызов. мы должны включить вот эти субъекты в подготовку к следующим событиям, мероприятиям. Мы должны использовать преимущество того, что правительство, многие представлены здесь. Когда правительство выносит решения по будущему IGF, надо сказать, их знания часто ограничены. и вот как я уже говорила, они находятся здесь, и мы должны этим воспользоваться и повлиять положительным образом на решение Генеральной Ассамблеи, чтобы мандат был продлен. Второй момент, об этом говорила Ольга, это включение региональной и национальной точки зрения в процесс. И третий момент, последующие шаги и охват. И нам нужно здесь действовать на упреждение, быть активными и пытаться распространять информацию среди развивающихся стран, говорить о том, чем занимается IGF, ведь есть очень много мероприятий, видов деятельности, много работы, которая проводится, но эта работа не выходит за пределы сообщества IGF. И вот, мне кажется, наша задача как раз состоит в том, чтобы распространять знания, повышать уровень осведомленности. Спасибо, господин председатель. Спасибо за ваши комментарии. Теперь я хочу дать слово Джиму. Спасибо, господин председатель Джиму Пергест Global Strategy Group. Я не являюсь членом МКГ, не бывшим, не настоящим. Я хочу добавить несколько комментариев к тому, что мы уже услышали. Первое. Новый формат, о котором говорил изуми. Я в прошлом уже работала на таких интерактивных сессиях, которые учитывают творческий подход. Я полностью согласен. Но мы, наверное, должны изменить критерии по оценке предложений, например, по разнообразию. Когда у вас нет экспертов, трудно достичь разнообразия. Поэтому мы должны посмотреть на критерии оценки и учитывать новые форматы, которые мы пытаемся внедрять. В отношении наилучшей передовой практики это замечательное нововведение. И я благодарю Констанс и Айсок за то, что они взялись за это. Мне кажется, что, конечно же, есть возможность дальнейшего улучшения. Надо, наверное, распространять слово наилучшей практике, делать рекламу. Я знаю, что в прошлом году была проблема с графиком. Мы очень поздно начали. Мне кажется, в сентябре проходило совещание. Это было слишком рано. Мы должны предоставить достаточное количество времени. Конечный документ. Мне кажется, нужно обеспечить большую наглядность. Нужно сделать акцент на обратной связи, на комментариях общества, для того, чтобы включить эти вклады в окончательный документ. Это обеспечит надлежащий вклад. Наконец, вот говорили о мероприятиях день нулевого дня. Мы можем обсуждать роль таких мероприятий. И в понедельник на одной сессии в Стамбуле была сессия, и мы пытались заручиться участием группы. группы. Ведь то, что сказано здесь, будет включено в отчет председателя. Но мне кажется, не в этом было наше намерение в отношении нулевого дня. То есть, главное, это не было главное. Мы должны стимулировать такие мероприятия, но, тем не менее, поставить на правильную основу. В отношении логистики. У меня нет опыта в этом вопросе. Я не сталкивался с проблемами, и сессия достаточно хорошо прошла. Спасибо, Джим, за ваши комментарии. Я хочу вам сказать сейчас, что я предоставлю сначала слово тем, кто еще не выступал, а потом уже вернусь к тем, кто уже во второй раз будет выступать. I can, пожалуйста. спасибо, господин председатель. Добрый день всем уважаемые участники. Это мои первые открытые консультации. Я не являюсь членом МКГ, и я не был им никогда. И я никогда не был на открытых консультациях. Я очень рад, что я участвую. Несколько наблюдений, по форуму в Стамбуле. И всегда должен достигаться баланс между тем, что мы берем из прошлого, и чего мы ожидаем от будущего. Мероприятие в Стамбуле было очень конструктивным, очень плодотворным. Все было хорошо организовано, в правильном месте, в правильное время. Это обеспечивало участие широкого круга заинтересованных сторон, и они представляли большое количество стран. И мне кажется, это имело большое значение, потому что форум по управлению интернетом это как раз место, форум, который должен быть разнообразным, представлять широкий круг участник, который должен быть динамичным и актуальным. Мне кажется, что Стамбул сдал этот экзамен отлично. Можно, конечно, смотреть на какие-то отрицательные моменты, которые можно улучшить. Вот были сделаны практические комментарии. Да, возможно, слишком много экспертов было, которые слишком долго выступали, в этом была трудность. у меня всегда было некоторое недопонимание вот этого нулевого дня. Ну, я не могу вот правильное английское слово здесь придумать. Мой английский не настолько хорош, но мне кажется, что нулевого дня вот такая коннотация, что это что-то пустое, поверхностное. Надеюсь, что я хорошо передал смысл. Очень хорошо иметь вот такие побочные мероприятия, параллельные мероприятия. Давайте это будем делать, но может быть не стоит организовывать мероприятия, круг участников которых ограничен. То есть если у нас будут параллельные мероприятия, нужно пригласить всех участников приходить на эти мероприятия. Нужно, наверное, все-таки подумать над вот этим нулевым днем. участие, это имеет большое значение. Здесь мы возвращаемся снова к вопросу экспертов. Здесь нужно подходить творчески в отношении того, как мы будем вовлекать участников в этот процесс. У некоторых была возможность поучаствовать на конференции платформ интернет в Женеве. И вот нужно думать о том, чтобы включить всех, дистанционных участников. И вот здесь, наверное, нужно учесть уроки, например, NetMundial. Там были так называемые хабы, центры, с помощью которых мы работали. Заглядывая в будущее. Мне кажется, есть целый ряд важных вопросов, которые нужно будет урегулировать в Бразилии. И как вы уже сказали, господин представитель, ВУЁ плюс 10 и формат этого процесса имеет большое значение. Это приводит нас к такому вопросу. Заседание IGF с национальными региональными процессами или это динамичный процесс. Мне кажется, он должен быть динамичным процессом. Мы должны и дальше обогащать этот процесс, добавлять политические, экономические, социальные аспекты. И тогда этот форум будет динамичным процессом. И вы говорили, что в том, что касается подготовки ВУЁ плюс 10, недостаточно просто прийти на заседание в ноябре, чтобы вам представили документ, переговоры, по которому провели правительство, а потом заинтересованные стороны скажут, нам не понравился этот документ, потому что с легитимной точки зрения будет слишком поздно что-то менять. Многосторонний подход подразумевает, что мы должны участвовать на самых ранних стадиях подготовительного процесса. затем ваши комментарии по межсессионной работе, действительно это полезные комментарии, и в завершение все понятие, концепция динамична. IGF должно учитывать ресурсы, которые есть у IGF. IGF это уникальный опыт, это уникальный способ содействия участию людей в различных правительственных процессах. Мы должны, мы работаем с широким сообществом. И вот ресурсы МКГ, ресурсы, которые выделяют ООН на эти процессы, имеют важное значение для того, чтобы двигаться вперед. Спасибо. Спасибо, Найджел, за ваши комментарии. Может, мы можем назвать не нулевой день, а как бы день предварительных мероприятий. Но, в принципе, не важно, как мы назовем этот день. Мы должны пока понять, в чем цель этого дня. Следующие в списке делегации Египта. Спасибо, господин председатель. Меня зовут Кристина Агита. Я выступаю от имени правительства Египта. Мне выпала честь работы с МКГ. Мы принимали уже заседание ИГФ. Мы хотим от имени Египта выразить благодарность правительству Турции за успешное проведение заседания в 2014 году. Я хочу поблагодарить секретариат за замечательное обобщение вкладов и комментариев. Многие коллеги уже дали ценные замечания. Я не хочу повторять, но хочу сделать акцент на нескольких важных аспектах. Важно обеспечить увязку с национальными и региональными инициативами не только в рамках заседания ИГФ, но и во время процесса подготовки. И для этого, как мне кажется, нужен мандат для того, чтобы обеспечить поддержку межсессионной работе, для того, чтобы национальные и региональные ИГФ могли участвовать, особенно из развивающихся регионов. И затем обеспечить возможность представления вклада на ранних этапах подготовки, чтобы провести дискуссию в регионе. Мне кажется также, что нужно выделить пространство для побочных, параллельных мероприятий. И я хочу поблагодарить секретариат за то, что мы смогли обеспечить заседание, провести арабское мероприятие во время Стамбула. И мы хотим поблагодарить МКГ и секретариат за поддержку. И, наверное, стоит действительно выделять одну тему на один день в основных сессиях и потом в конце делать сессию с подведением итогов. Мы с нетерпением ждем заседания в Бразилии. Мы благодарим Бразилию за то, что они второй раз уже будут организовывать заседание IGF. Спасибо. Перед тем, как я передам слово Хасаму, я хотела бы дать слово дистанционному участнику. И, может быть, или зачитаете вы. Да, я зачитаю от имени Андреада. Он из Южной Африки. Он часть APC. Некоторые мероприятия нулевого дня имели большое значение и дали возможность обсудить очень конкретные вопросы, например, мероприятие NET Mundial и предварительное совещание по правам. Кроме того, нужно оценивать необходимость высокого уровня правительства. Насколько можно оценить важность именно участия правительства? Насколько такой формат эффективен для того, чтобы облегчить участие правительства ИДЖФ? Статистика указывает, что это недостаточно хорошо функционирует. Я хочу предложить провести оценку и чтобы Бразилия учла уроки в будущем. Спасибо за ваше предложение. Бенедикто вы все это записали. А теперь Хасам. Спасибо, господин председатель. Меня зовут Хасам Аль-Гамель. Я представляю Альянс ИКТ Африки. Я представляю Египет. Я уже второй год работаю в МКТ. Первый год открыл мне глаза. Я очень многому научился с помощью бывших участников МКГ и нынешних. Это была большая возможность для меня. У меня несколько комментариев в том, что касается организации сессии. Нужно, наверное, вот такую как бы карту дорожную рассматривать в качестве основы организации. Может быть, семинары, которые должны привести к сессии. Нужна более четкая структура, чтобы не было никаких противоречий. И опять-таки еще важно. Нам нужно выделить больше времени залу, чтобы они участвовали. Потому что часто слишком много экспертов, и участники в зале просто не имеют возможности высказаться. Таким образом, нет вклада от аудитории. Мы должны работать больше, взаимодействовать больше в преддверии заседания в Бразилии и обеспечить больший охват. Вот это одна из наших целей должно быть. Охватить еще более широкий круг заинтересованных сторон. Я хочу еще раз упомянуть о том, что, например, в многих сферах, которые интересуют развивающиеся страны, здравоохранение, образование, финансы, сельское хозяйство, энергия, вот в этих сферах нам нужно более широкое участие со стороны правительства, деловых кругов, академических научных институтов, технических экспертов. Мы должны понимать, какие барьеры и проблемы существуют для доступа со стороны вот этих секторов и как интернет меняет ситуацию для этих секторов. Спасибо, Хасам, за ваше наблюдение, комментарии. И теперь я обращаюсь к Лиан Гуа. Пожалуйста. Спасибо. Я научный работник в Академии наук Китая. Мы хотели бы сказать, что IGM это не просто место для работы, это место для учебы. Чем больше я участвую в этой работе, тем больше я для себя узнаю. на последней сессии IGF в Стамбуле я участвовал в одном семинаре практиками. Панелисты говорили об обучении, обучение в развивающихся странах на предмет умения участвовать в такого рода мероприятия. Но было слишком много желающих выступить. тут проблемы не только с географическими барьерами, языковыми барьерами, но это вопрос мотивации. Важно определиться с тем, что развивающиеся страны могут для себя узнать и что могут привести на IGF. когда я первый раз три года тому назад участвовал в работе IGF, я тогда поднимал вопрос об участии большего числа представителей развивающихся стран. Вот то, что в этом году мы специально так сказать занялись проблемой развивающихся страны, это очень хорошо. В Китае недавно проводилась такая конференция и мы специально этим занимались вопросом. Но тут любопытно, я уже три года участвую в МКГ и ни разу не было ни одной официальной речи стороны правительства Китая, СИСКО. Спасибо, Чип Шарп СИСКО. Я наблюдатель, я не член МКГ, не был таковым в прошлом. Я буду выступать в своем личном качестве. Я участвовал во второй раз на IGF организованно это было гораздо лучше. Произошли серьезные улучшения в плане логистики. Хотел бы поблагодарить турецких коллег за то, что они провели это мероприятие у себя в Стамбуле, в таком удивительном месте, на пересечении культуры цивилизации. тут пару моментов, на которых я хотел остановиться. Большая часть того, что было так, но у меня уже было сказано. Хотел бы сказать несколько слов относительно форумов передовой практики, о чем говорил господин Пендеграсс. тут вот какой момент. Как происходит эволюция вот этих отчетов, которые готовятся по результатам такого рода форумов. То есть речь идет о том, чтобы постоянно обновлять эти отчеты. И в этом плане как бы хотелось бы поработать с представителями Айсок для того, чтобы обеспечить постоянное обновление этих материалов. Если мы в ходе межсессионной работы должны выпускать какие-то конкретные продукты, то мы должны четко определиться с тем, какова цель этой деятельности. И мы должны решать, что собственно переносится на межсессионный период и как это будет вписываться в дальнейшую работу. Вот обзор деятельности по ВУИО за 10 прошедших лет стал своего рода примером того, как это можно делать. Об этом говорил господин Иксон. Я хотел бы обсудить эти моменты на ЭДЖИВе, но может быть вот то, что мы сейчас начинаем обсуждать это хорошо, может быть поздновато. Что касается логистической стороны дела, мне ведь нужно обеспечить такую ситуацию, чтобы мы имели все возможности подключаться к... Вы сказали до свидания в конце, надеюсь, что вы будете продолжать с нами работа Коси Амасину. Коси, пожалуйста, Вам слово. Спасибо, господин председатель. Я хотел поблагодарить секретариат ИДФ и страну организатора ИДФ 2014 года. Хотел бы призвать организаторов ИДФ 2015 года повторить, если не улучшить эти результаты. Есть целый ряд вызовов, на которые нам удалось ответить, но есть и ряд проблем. Вот, например, если говорить о заседаниях высокого уровня, то мы отмечаем, что не всегда обеспечивается региональное представительство. Было бы хорошо, чтобы каждый из пяти основных регионов был бы таким образом представлен на уровне государственных властей, бизнеса общества и гражданского общества. обеспечивается важным и проблем и опасения озвучивались, чтобы на них звучали какие-то ответы, чтобы позволило эту озабоченность снимать. мы должны помнить о том, что темы, которые конкретно обсуждаются в целом ряде параллельных мероприятий, вносят в определенной степени путаницу. мне в какой-то степени повезло, поскольку я участвовал в работе АДФ. Вот я столкнулся с такой ситуацией, когда коллега посетил все-все-все мероприятия. В результате я спросил, ну как, он ничего не понял вообще. то есть очень часто есть целая категория людей, которые впервые сталкиваются с интернетом. Как передавать эту информацию тем, кто первый раз участвует в такой мероприятии? Конечно, проводятся различные знакомые мероприятия, но этого недостаточно. Для нас, представителей развивающихся стран, я из Бенина, например, нам важно отметить, что участие в IGF это возможность прикоснуться к знаниям. Нужно помнить о том, что вот эти виды деятельности нужно четко привязывать к ЦРТ в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства, там, где есть возможность использования ИКТ. Мы отмечаем, что очень любопытно, что одни и те же субъекты участвуют в дискуссиях на региональном уровне, потом приезжают на глобальный уровень и тоже. Но очень важно, чтобы мы знали, что в том или ином регионе сработало, что не сработало. В этом плане очень важно, чтобы мы обменивались этим, чтобы не получалось, что у нас отдельные мероприятия для каждого региона проводятся, в результате чего люди как бы одни и те же общаются между собой на региональном уровне, а потом на глобальном уровне. Тут возникает проблема языка. Возникает вопрос обеспечения переводом, чтобы у людей реально была возможность получить пользу от участия в этих мероприятиях. Спасибо, Коси, за комментарии. Мадам Хо, Пьянка Каролина, Вам слово. Спасибо. Я представляю организацию гражданского общества, которое занимается вопросами интернета. Я хотел бы поблагодарить членов МКГ. Нам очень важно, что был обеспечен перевод на мероприятии для молодежи, на заключительном мероприятии. Это обеспечивает более широкое участие молодежи. Что касается вот этого свободного документа, мы уже говорили о том, что уровень участия был более высоким. Хотелось бы обратить внимание на то, что мы можем использовать различные ресурсные платформы. Может быть задействован, например, методологический набор для молодежи, который хорошо вписывается в деятельность по наращиванию потенциала. Мы считаем, нужно активнее привлекать молодежь к панельным дискуссиям. Было бы, наверное, полезно, чтобы был выделен специалиста по вопросам, сопряженным с молодежью. Это будет способствовать более активному вовлечению представителей молодежи. Много говорилось о данной об участии женщин. Хорошо было бы воспользоваться таким же подходом применительно к анализу участия в этих мероприятиях со стороны представителей молодежи. Следующий момент. Мы хотели бы, чтобы на предстоящей сессии Айджи в Бразилии было бы всечно более широкое участие представителей местной молодежи. Матью Матью Шес Центр демократии и технологии. Вообще-то уже много говорилось. Мы поддерживаем те комментарии, которые были высказаны в отношении нулевого дня. Нулевой день оказался очень ценным мероприятием. И дальше нужно улучшить организацию мероприятия высокого уровня. Мы также поддерживаем идею межсессионной работы. Вот эта межсессионная работа это хороший способ подсоединения в едином каком-то ключе деятельности региональных, местных и глобальных структур. Мы должны дать больше возможности услышать голос местных активистов. вот если и критикуют IGF то за то, что на IGF не звучит голос местной общественности. Что касается наших заключительных итогов каких-то материалов. Есть веб-сайт, есть видео и найти все это запустить не так-то просто. Но есть ресурс, который позволяет приводить поиск на основе видеоматериала. В последний момент, что касается заключительных каких-то документов, отчетов, мы хотели бы обратить внимание, что по спаму были очень интересные материалы, по группам сердца были очень интересные материалы. Это позволяет реально вносить вклад в улучшение страны. Возникает вопрос о коммуникационной деятельности для распространения этих материалов. Я думаю, мы должны в предстоящие два дня подумать о том, как улучшить нашу коммуникационную деятельность для распространения тех наработок, которые у нас уже имеются. Нидерланды. Спасибо, господин председатель. Выступлю очень кратко. В резюме, с которым выставил представитель секретариата и выступление, которое уже выслушали, прозвучало очень много интересных идей. Я работаю в Министерстве Нидерландов по научным вопросам. Зовут меня Арнольд. Мы хотели бы подчеркнуть один момент. Когда мы говорим о межсезонной работе, для этого нужна какая-то платформа, которая позволила проводить эту дискуссию. Может быть, какой-то онлайн инструмент, платформа, механизм, с тем, чтобы участники IGF могли продолжать проводить дискуссии по вопросам, связанным с интернетом. Нулевой день. У меня нет опыта в этом плане. Я не участвовал в работе этого нулевого дня. У нас ведь ко всему своя программа. Мы когда приезжаем в какую-то страну, мы встречаемся с представителями местных каких-то организаций для обсуждения каких-то проблем. поэтому очень важно обеспечить встречу представителей принимающего секретариата региональных и глобального IGF для обсуждения какой-то передовой практики. Следующий момент. Третий. На прошлой неделе в Европе было сформулировано очень важный сигнал Европейский Союз пришел к очень важным выводам относительно процессов управления интернетом. Вот эта модель управления основанная из привлечения большого числа участников получила самую решительную поддержку. обеспечения продолжения деятельности этой уникальной платформы на период после 2015 года. Спасибо за добрые слова. тринадцать часов уже скоро. У меня такое ощущение, что до обеда список ораторов исчерпан не будет. есть еще один дистанционный участник Один из них еще не выступал. Есть еще один удаленный участник, который выступал. Кененитто Спасибо за предоставленную мне возможность выступить. Мне хотелось бы подчеркнуть меня Эфраим зовут Эфраим Кенят и я один из новых членов МКГ. Вот что касается участия местных субъектов из принимающей страны. Например во время заседания одного семинара относительно создания молодежной коалиции мы обсуждали вопросы. Выяснилось, что некоторые участники из Стамбула ребята просто не знали о том, что такое предприятие планируется и узнали об этом буквально всего за неделю. очень важно обеспечить все возможности для задействования представителей местной общественности. Хотелось бы подчеркнуть то, что уже сказала Бьянка. мы обсуждали возможность использования какого-то передовых методов, в частности защита детей в онлайновой среде. Мы хотели опереться в этом плане на передовой опыт. Спасибо. Эфраим. Субе. Вы выступаете второй раз, поэтому прошу вас выступать как можно короче. Спасибо. Янис. Хотела бы подчеркнуть нечто, что основывается на уроках извлеченных из Детмундиаля. это вопросы финансирования и обеспечения более широкого участия представителей различных представителей заинтересованных сторон. Мы должны опираться на опыт Айджиев в этом плане. Нужно максимально задействовать и мобилизовать ресурсы. но тут есть один барьер, который достаточно легко преодолеть. В Бразилии далеко доехать туда будет стоить дорого. Может быть, мы могли бы подумать, чтобы мероприятие высокого уровня проводить не в начале, а где-то в середине срока всего мероприятия, поскольку высокие правительственные представители имеют тенденцию приехать, выступить и сразу уехать. срока и нужно было подумать об этом. Это в какой-то степени можно было бы сделать по образцу речи, которые произносятся при вручении Нобелевской премии. И в заключение хотел бы сказать, что я поддерживаю и Фраима, и Бьянку относительно более широкого участия представителей молодежи, особенно местах. Спасибо, говорит председатель. Спасибо. Я, к сожалению, я не участвовал в IGF. Я был вынужден принять участие в одном важном мероприятии. Но я следил за этим мероприятием. И мне кажется, что опираясь на этот мой личный опыт, могу сказать, что у нас есть большие возможности для улучшения коммуникационной деятельности, распространения информации. Нам нужна стратегия коммуникационного деятельности в этом отношении. И мы за период до бразильской встречи должны подумать о том, что мы можем сделать. Тут важно не самими, так сказать, с содержательными материалами определиться, а с процедурами, с процессами, что можно сделать для привлечения потенциала ICANN и других технических органов. я из региона, где расположена Турция, поэтому я знаю, что это такое. Может быть, мы должны как бы припосмотреть на полезность вот этого нулевого дня. В конце концов, это время, которое позволяет нам приспособиться к новой среде, времени и так далее. Всего хорошего. Спасибо, Дживан, за очень оптимистичные комментарии. Спасибо за идею о целесообразности подумать о разработке коммуникационной стратегии. Тамела. Товелла поправляется председателем. Спасибо, господин. Меня зовут Товелла. Я представляю Африканский союз, точнее, одно из подразделений, которое занимается вопросами, которые мы здесь обсуждаем. что касается нулевого дня, мероприятия высокоуровня. Нужно определиться с теми целями, которые мы ставим перед собой. Вот мы, например, не смогли задействовать представителей правительства Африки, африканских правительств в этом отношении. Если мы здесь проясним эти моменты, мы, как нам кажется, сможем обеспечить более широкое участие представителей правительства Африки. Мы хотели бы отметить, что мы согласны с тем, что есть над чем поработать в плане регионального представительства, но отмечаем, что были очень серьезные положительные подвижки в деле обеспечения гендерного баланса. Что касается согласования региональных и глобальных инициатив, очень важно обеспечить больше возможностей для дистанционного участия. Мы пришли к выводу, что вот эта система хабов работает лучше. Нужно подумать о том, как привлекать привлекать людей, которые как бы не знают о том, как налажена работа в IGF, которые с этим IGF-пространством попросту незнакомы. Поэтому было бы полезно как-то это лучше описать. Что касается вот этого дистанционного участия, организация этих дистанционных хабов, все это требует начала работы заблаговременно. Вопрос о визах. Мы отмечаем усилия Турции по широкому использованию электронных веса. Но проблемы с визами были все равно особенно у целого ряда африканских стран. Мы не смогли получить электронные визы, многим за визу все равно пришлось платить. И мне кажется, что это очень важное препятствие, которое нужно учитывать. Что касается заключительных документов IGF, тут есть хорошие инициативы в плане подготовки резюме председателя. Мне кажется, что нужно было бы подумать о том, как использовать региональные и национальные инициативы, которые уже есть, в качестве каналов распространения информации о результатах работы IGF. Спасибо за комментарии. Прежде чем я предоставлю слово последнему оратору на этом заседании, я попрошу коллегу сказать пару важных слов в дополнение к тому, что уже было сказано. Я хотел бы ответить на ряд конкретных вопросов. Первый важный вопрос, о котором практически каждый сказал. мы должны согласиться с терминологией, то есть, как называть участники, делегаты, в общем, терминологию согласовать. Второй, межсессионная работа, которая должна не оканчиваться на IGF, а из всех точек сходиться в IGF. Еще, значит, следующее, в том, что касается цифр, шесть заинтересованных сторон и пять регионов. Кроме того, у нас есть необходимость обеспечить гендерный баланс и новые голоса. То есть, если мы хотим сократить количество участников сессии, мы таким образом до 15 или 16 сокращаем количество. Если каждые будет шесть минут выступать, или даже две или три минуты, то если учитывать потом комментарии, в комментарии председателя, то есть, мы, если сократим вдвое время проведения, у нас будет выступление шесть минут, меньше обсуждений, это приведет к новой проблеме. И есть действительно временные ограничения, которые мы должны учитывать во время основной сессии. Нельзя привлекать на основную сессию и ограничивать их регламентом в три минуты. Это не имеет смысла. То, что нужно соотнести вот эти проблемы с ограничением во времени и нашим стремлением прийти к значимой важной сессии. и последний оратор Сюзи Хардру. Пожалуйста. Спасибо. Меня зовут Сюзи Хардру. Интернешнл Watch Foundation Соединенное Королевство. Я работаю в среде ребенка в онлайновой среде. Первая была выражена беспокойность в отношении руководства по наилучшей практике по нашей теме защиты ребенка в онлайновой среде. Слишком быстро все происходило и в принципе было и дублирование, потому что, например, в МСС они работают над этим руководством. Наше сообщение стоит в том, что если мы будем думать о руководстве, то нужно, чтобы оно дополняло или дополнительную добавленную стоимость добавляло к тому, что уже существует. Второй момент. Защита ребенка в онлайновой среде эта тема может потеряться и быть эта тема может быть отчуждена, выведена за поля. Третье. Мы говорили о привлечении молодежи. Мы, конечно же, на 100% поддерживаем эту идею, но мы должны также признавать тот факт, что нужен многосторонний подход в обеспечении решения проблем, связанных с защитой ребенка в онлайновой среде. и мы должны обеспечить то, чтобы все актуальные заинтересованные стороны, особенно промышленность, которые недостаточно хорошо представлены в IGF, принимали участие. И еще один момент, не связанный с этой темой. Я согласна с предыдущим оратором в том, что IGF это процесс, который немного запугивает людей, которые являются новичками. Они не знают, куда идти, что, где, когда, вот это вопросы, которые они себя задают. Поэтому, может быть, нужны какие-то правила, какие-то инструкции, которые им помогут в первые дни. Спасибо за эти ценные предложения. Мы подошли к окончанию утренней сессии. у нас был очень плодотворный обмен мнениями. получили большое количество информации, которые я попытаюсь подытожить на сессии после обеда на основе всех высказываний. И мы заслушаем еще дополнительные комментарии. У меня еще есть три оратора. Маркос, Леа и ACC Бэйсис. Кроме того, есть дистанционные участники еще. Бахир хочет выступить. Теперь мы прервемся на обед и возобновим работу в 15 часов. 15 часов ровно. И я имею в виду швейцарское время. 15 часов, а не вот те временные ориентиры, которые используются в организациях ООН иногда. Пожалуйста, три часа мы ждем вас в зале и возобновим нашу работу. Спасибо и приятного аппетита. Те, кто плохо знает это здание, пожалуйста, когда вы выйдете из зала, вы идете в том же направлении, в котором вы пришли сюда, там, где вы получаете пропуски. Есть столовая, но если вы хотите пообедать не здесь, вокруг есть очень много ресторанов. ДОНОР Спасибо.